Чудо, о котором мы хотим рассказать, произошло в Великий пост 2017 года. Сначала познакомим вас с местом событий. Это наш храм Покрова Пресвятой Богородицы села Рыбачье, что в 30 километрах от Алушты. Любимейшее место на земле. Храму 17 лет. Здесь же в Рыбачье, совсем недалеко, православный центр Фавор, место духовного преображения человека. Вот такой он, наш храм. Вот наш иконостас. Вот ковчег-мощевик, где пребывают 73 частицы святых мощей угодников Божьих. Вот иконы. Сейчас клирос располагается наверху. А раньше он был здесь, рядом с иконой Блаженной Ксении Петербургской. Необычный лик. Икона выполнена из янтарной крошки и была подарена храму благочестивыми православными людьми из украинского города Ровно. Попробуем погрузиться в атмосферу. Февраль и март 2017 года в Крыму были очень холодными. Здесь нет центрального отопления. Чтобы нагреть храм к службе, нужно топить вот такую печь. Это не всегда удается сделать заранее. Зачастую только к середине службы пойдет тепло. Тогда, в 2017 году, по будням, я была единственной певчей, а также уставщиком и чтецом. Это был мой первый год на клиросе. Да и в Крыму тоже. Очень боялась ошибиться на богослужении. И страшно замерзала, как человек, еще полностью не прошедший акклиматизацию. Пальцы не слушались, страницы богослужебных книг не переворачивались. И вот на третий или четвертый день первой седмицы Великого Поста произошло чудо. Внезапно будто лампочка зажглась рядом с правой щекой. И ровное, мягкое тепло окутало сначала мою голову, а потом и все тело. Я посмотрела направо. На меня смотрела с иконы Святая Блаженная Ксения. Никаких других источников тепла не могло быть. Служба продолжалась. Отвлекаться было нельзя. И успокоилась. Пальцы вновь стали гибкими. Голос стал ровным. Стихиры находились сами. Богослужебные указания стали ясны и понятны. Так матушка Ксения грела и успокаивала меня, пока не началась настоящая весна. Слава Богу за все. Слава Богу. Продолжение следует...